Добрый день! Сегодня 22 июня 2022 года. Сколько много двоек! И я спешу записать ролик про своё путешествие ещё в Оклахому, потому как я была уверена, что два месяца у меня свободного времени, пока я никуда не путешествую, есть. Оказывается, мы уже два намеченных пункта имеем. Мы в августе, скорее всего, поедем в круиз. Ребёнок нашла. Очень хорошие цены. Мы, когда билетики купим, я вас с этим познакомлю. Может быть, кто-то надумает присоединиться к нам, и мы там вместе потусуем. А сейчас Лерри спустился и сказал, а как ты насчёт того, чтобы мы съездили в Новую Англию? А Новая Англия – это северо-восток нашей страны, и туда надо ехать летом. И вот мы, оказывается, едем в июле. То есть вот уже меньше, чем через месяц мы вернёмся назад, поедем мы деньков на 10. И, может быть, даже попадём к Люсе на день рождения. У неё 17 июля день рождения, если таковое случится. Но мы в любом случае с ней ролик запишем, потому как обязательно у неё хотя бы на одну ночку остановимся. Но если на день рождения получится, то будет просто шикарно. А у меня вот два последних путешествия не освещены. Давайте начнём с Талсы Аклахума. Я туда езжу каждый год пока в одно и то же время. Я когда уезжала оттуда, я ещё не определилась, когда я буду ездить на Рождество, на Женин день рождения или на Женин день ухода. И решила, что буду приезжать к нему на День памяти, потому как ещё не жарко, в августе уже жарища. И не такие дорогие билеты, потому что на праздники всегда становятся дороже. Хотя я вам говорила, что в этом году билеты подорожали более чем в два раза. Ну, сейчас везде цены дорожают. Мы нисколько этому не удивлены и нормально это воспринимаем. Но я вам сняла наш аэропорт, потому что недавно у меня кто-то попросил, сказал, ой, я слышала, что в Эшвиле у вас прям деревья там растут. Они, конечно, не растут. Они все искусственные, но они создают определённую атмосферу, что вы не просто в каком-то здании, а в том здании, где даже деревьям уютно. И вам становится уютно тоже. Я там показала мужчину ещё, который стоит под направлением. Они сделали, как на улице бывает, и стоят стрелочки, в какую сторону двигаться. И он стоит под этими часами, я хотела сказать, как будто ждёт кого-то на свидание. Было достаточно интересно. Я его тоже зацепила. Я вам помещу сегодня нескольких фотографий с кладбища. Они не самые весёлые, но вот так у нас получается. Это не весёлый день. Обычно мы делали в этот же день у нас посещение кладбища, в этот же день у нас ужин. Но я вам уже рассказывала из-за того, что семья очень хотела, чтобы Женина племянница, которая теперь уже вот 7 лет борется с раком, она тоже смогла бы прийти, мы перенесли ужин в Талсу. И поэтому я решила, что Женщине обидится, если я приеду к нему на кладбище не в день его ухода, а накануне. Потому как, ну, мне трудновато уже ехать в соседний штат, потом возвращаться, и ещё чувствовать себя достаточно бодрой на ужине. И мы с Ритой договорились, с его сестрой. Она как раз была не занята, и мы с Лориком поехали туда. Побыли у Женечки, поставили ему цветочки, поставили свечки. Причём свечки вот такие, которые нашла моя подруга. Я пока поехала машину в аренду брать. Она заскочила и купила вот эти две замечательные свечи. И потом я съездила уже здесь и купила свечи для того, чтобы и на наши, повернулась посмотреть, видно ли, чтобы и на наши с вами стримы тоже сожигать. Они в цвет украинского флага. И я знаю, что Женщина сейчас бы была точно на стороне борющейся Украины. Мы привезли живые цветы, а цветы искусственные купила Женя на сестра. Сестра, она заранее сказала мне, что, Галь, ты не покупай, я уже всё приготовила. Цветы мне не понравились, потому что в прошлом году я посылала свои собственные, те, которые мне понравились, огромные, красивые, розовые искусственные. У нас там две вазы стоят. Вот такие мраморные я поставила уже позже, после того, как была установлена плита. И два таких букета посылала. А в этом году, вот, понадеялась на сестру, больше не буду надеяться. Либо буду заказывать заранее на её адрес, либо сама буду привозить, потому что я хочу, чтобы у него всё было хорошо. Ужин наш проходил с родственниками, не все смогли прийти, но те, кто смог, я им очень благодарна, потому что это Женина семья, которых я очень люблю. Я хочу сказать, что Джейми, девочка, которая именно племянница Женина, которая была названа в его честь, он Джеймс, а она Джейми, и она мне сказала о том, что её в честь его назвали уже значительно позже. Когда он болел, она мне это рассказала, раньше даже не подозревала, что вот такое возможно. Я её бы, наверное, не узнала, если бы встретила где-нибудь. Она очень изменилась. Несмотря на то, что она побеждает рак, вот уже столько лет борется, она поправилась. То есть обычно больные люди выбаливают, а она поправилась. Наверное, это хороший знак. Но я для себя подумала, что ой-ой-ой, я бы, наверное, никогда её не узнала, если бы вот мы где-то встретились. Совсем другой человек, совершенно другой внешний человек. Душевно такая же добрая. Мне было очень приятно всех обнять. Мы встречались в хорошем ресторане. Мальчишечка, которого я в прошлом году недельного держала на руках, у него теперь вот год и неделя, так быстро растут дети, которых не видишь каждый день. Мне кажется, что наши растут медленнее, а этот вот тоже прям мужичок-мужичок, хотя фотографии их я постоянно вижу на Фейсбуке. У меня было очень много встреч, и удивительно то, что мы почти никто не сделали фотографии. А Ирочка, вот моя лапочка, я вам про неё говорила, она разрешила фотографии наши выставить. Они планировали, что я у них останусь. Но поскольку у меня вот так вот мероприятие растянулось на два дня, я ещё один раз не поехала к ним. То есть они живут всего в 40 минутах от Талсы. Можно было и смотаться. Но так было много встреч, что я сказала, Ирочка, давай, моя лапочка, приезжайте сюда. Вместе просто пообедаем, поговорим, а к вам я в этот раз не заеду. В прошлый раз она, моя лопатулечка, очень сильно мне помогла. Она предложила закинуть к ней Наталью, чтоб я её с собой не таскала. И она её развлекала, возила по местным достопримечательностям, показывала красоты. Мы съездили в очень хороший ресторан. Он называется Певчина. Это ресторан, который чейн, то есть такие рестораны можно увидеть по всей Америке. Может быть и в каких-то других странах они тоже есть, потому что те, которые уже себя зарекомендовали, иногда они и в других странах бизнеса ведут. Его особенность, это китайский ресторан, особенность его в том, что перед входом в ресторан стоит две лошади. Огромные, большого размера, больше, чем настоящие. То есть, если где-то увидите лошадей, можете смело заходить. Это очень приличный ресторан. И я там в своё время нашла блюдо, которое заказывала регулярно. Это экплант. Это баклажаны, приготовленные вовсе не так, как мы привыкли. А я когда попробовала, я влюбилась. И всегда, когда в этот ресторан попадала, я именно это блюдо и заказывала. И тут я Ирочке посоветовала, что ты его закажи, попробуй. Хотя я сама уже перестала это делать, потому что я научилась делать. Сейчас можно найти все рецепты и даже ресторанные тоже. И я, наверное, вам покажу. В следующий раз я достаточно часто, ну как часто, раз в месяц, наверное, готовлю, потому что они мне очень нравятся. И вот за этим конкретным блюдом мне не надо теперь ехать в этот ресторан. Хотя каждый раз, когда я там была, заказывала только это блюдо. Это очень вкусно. Рецепт будет достаточно быстро, потому что мне кажется, что мне баклажанчики-то ждут. Как бы они не устали. Так как-то сложилось, что я обычно куплю продукты, они какое-то время валяются, а потом я вижу, что ой-ой-ой, загрустили мои. Либо помидорки, либо кабачки, либо вот баклажанчики. Посмотрю, конечно, надо сразу же готовить, как купил. Но мы ездим раз в неделю обычно в магазин закупаемся. А в этот раз я решила, что мы закончим все, что у нас болтается в морозильнике, и не будем никуда ездить, ничего покупать. С тем, чтобы и место было, и чтобы там продукты старые не валялись, нашла кое-что, что уже не первый код там лежит, потому что я вот с этим мужчиной прожила уже 18 месяцев, и до сих пор нахожу там то, что было куплено до меня, потому что я точно знаю прям небо, он это не брал. Поэтому я ему и готовлю то, что он когда-то набрал. Когда встречаешься с кем-то, всегда чему-то учишься. И я у Лорика подсмотрела вот такие еще тогда маленькие цветочки, но она мне объяснила, что они многолетники, они цветут все лето, да еще и ползут кверху. И я прямо оттуда вот эту фотографию сделала, Лори послала и сказала, мне оно надо. К моему приезду он уже купил, к сожалению, тот цветочек не выжил, но мы с ним повторили. И у нас теперь и розовый, и белый стоит у меня на террасе, как вы хотите, чтобы я назвала, и радует мой глаз. Он почему-то решил не высаживать в почву, говорить, что они все равно не выживут. Но раз они у меня в горшке, я постараюсь их сохранить, не буду выкидывать, как он планировал, сохраню их, поставлю где-то на зиму в тепло, в дом у нас можно где-то спрятать, все равно уголочек найдется, а весной высажу уже в почву. То есть то, что должно было выкидываться, в почву всяко можно. А он говорит, не, не, каждый год будем выкидывать и садить, хотя в Аклахоме они выживают, а здесь почему-то думают, что не выживет. Мы потом проверим. Моя ближайшая подруга пользуется специальной программой, на которой улучшают свои фотографии. И мне это тоже сделала. Вот я вашему вниманию и предлагаю. Вот одну фотографию я сделала, такая, как я, правдашная, и какую она мне сделала, до и после. А остальные, тут еще пару-тройку, я поставила такие, какие они есть. Но она захотела и Лэри тоже порадовать. Уже с Лэри я все фотографии сделала. До и после, вот такие мы настоящие, это то, что она с нас сделала. И я их сразу же Лэри послала. Говорю, я уже ее люблю просто за то, что она меня таким красавцем сделала. Мы, конечно, значительно здесь моложе получаемся, чем на самом деле. Но есть такие программы, которые у людей очень радуют. А я, конечно, их восприняла с благодарностью, но сама себе такую программу не поставила. По-моему, я где-то уже вам ее писала. Я еще раз ее спрошу и поставлю в описании здесь, если кому-то нравится изменять себя. Причем, как вы видите, она где-то мне стрижку сделала, другую, где-то волосы подлиннее, где-то накудрявила их. Как уже она захотела, так и сделала. Там есть всякие опции. Но то, что мы становимся невероятными красавицами, это точно. Это уже мой был третий визит после того, как Джеймс ушел, потому что самый первый год я приезжала к ним на Рождество. Даже она не на день рождения, Женина. И каждый раз я оставалась у своей подруги Ларисочки. Лорик, я ее зову. А в этот раз девочки меня поделили. То есть, я еще две ночи переночевала у другой своей подруги. Оттуда меня Ирочка и забирала. Спасибо тебе, моя дорогая. И я, наверное, вот в ближайшие дни потрачу твою карточку, твой подарок, который ты мне подарила. И уже у нас в ролике покупки подарки я там вставлю, что я куплю. И, скорее всего, я воспользуюсь твоей рекомендацией. Она мне уже прислала. Говорит, вот такой, вот такой. Мне очень нравится. Это ее находка. Я надеюсь, что и мне она тоже подойдет. Я прислушиваюсь к ее советам. Вот та тушь, которая на мне была больше года, это она мне подсказала. Потому что у нее вот прямо ее голубые глазки в берегах ресницы. А ресницы такие серьезные. И я вам показывала, что тушь сама недорогая, а эффект вот такой шикарный. А сейчас я еще что-то от нее покажу. Я очень рада, что мои друзья в Оклахомии рады меня видеть, готовы встречаться. Я не съездила в цирковь. Планировала. И кто-то даже спрашивал, а как ваш Тарас? Тараса написала уже, когда сюда приехала, что я его очень люблю, но не стала писать, что я там была и с ним не встретилась, как и со многими другими. У меня очень много друзей в церкви, но как-то я вот подустала, вот потому что у меня когда-то одна встреча была, когда-то две. Мы не смогли встретиться с Катюшкой, и сейчас я вижу, что она опять в очередную поездку с Мессией куда-то уехала, где-то что-то белит, где-то что-то красит. У нее вот такая достаточно занятая жизнь, она ушла в то, что людям помогать. Уже совсем правильная американка, правильнее, чем я. Но мне было очень приятно обнять ее, и Дага особенно. Я ему очень благодарна за ту помощь, которую они мне оказывали, он в первую очередь. Много хороших людей, не знаю, почему-то фотографии не наделали, хотя даже девчонки дважды встречались. И я встретилась там с мамой одной из моих любимейших подруг. Маме 72 года, она приехала из Украины сама, с подружкой. То есть они добрались, по-моему, до Польши, а там сын ее подружки встречал, и они с ними прилетели. 72 года, такая молодец, красавица, умница. и я была уверена, что уже с ней я точно сфотографируюсь и даже этого не сделала. Спасибо, мои дорогие, за то, что заходите и на этот канал тоже. Я постараюсь максимально быстро еще один ролик записать про наше путешествие с Лэри, потому что у меня впереди еще два путешествия. Желаю вам иметь возможность путешествовать столько, сколько можете и уставать от этого, а не от того, что навалилась какая-то куча дел. С вами была Галина Смис. Я желаю всем мирного неба, всего доброго, пока-пока.